всем привет друзья в этом небольшом видео хочу показать интересную модель видеорегистратора пришлось все упаковано вот такой бронебойный воздушный пакет также в комплекте есть небольшой пакетик с диском и крепежом для жестких дисков все это добро находилась вот в такой коробке также в комплекте есть блок питания на 12 вольт 2 ампера и небольшая дешевая мышь сам корпус китайцы доработали прежде всего это металлической нижней частью которая является неплохим радиатором также мне понравилась возможность крепежа на стену на задней части ничего особо нового два видео выхода vga и hdmi ethernet вский вход 2 и usb а также добавили аудио выход несмотря на такую большую площадь внутри установлена небольшая плата кстати на процессор сразу приклеен неплохой радиатор в этот корпус предусмотрена установка одного жесткого диска если брать полноразмерный на три с половиной дюйма то под него есть все четыре крепления а если взять ноутбучный двух с половиной дюймовый то здесь совпадает всего два отверстия соответственно либо верхние либо нижние снизу под процессором установлена толстая термопрокладка я не уверен что она вот таким образом будет эффективно работать при этом за счет нее происходит перекос платы при первом запуске сразу выскакивает окно первоначальных настроек правда но на английском языке для безопасности здесь сразу же предлагается установить пароль администратора так как по умолчанию он пустой и заполнить ответы на два контрольных вопроса главное не забыть что туда вписали иначе пароль будет очень сложно восстановить а еще в новой системе безопасности ввели графический ключ после ряда несложных шагов попадаем на главный экран где сразу идем на стройке и меняем язык на русский после загрузки сразу на русском получаем предупреждение о том что отсутствует жесткий диск далее подключаем регистратор к интернету и идем в настройки обновления есть мы видим надпись имеется новая прошивка и устанавливаем эту прошивку во время установки обязательным требованием является наличие и стабильность питания в противном случае прошивка будет не до конца установлена и прибор просто не сможет загрузиться выходы конечно всегда есть но они намного сложнее чем предварительно запитать видеорегистратор от бесперебойника в этой версии прошивки в этом регистраторе уже есть поддержка детектирования лиц правда эта поддержка должна работать и в камерах на эту тема у меня есть отдельное видео кстати этот видеорегистратор на 9 каналов то есть на 9 камер максимальное разрешение которых может быть 4к сам регистратор за свои деньги очень неплох это один из самых дешевых в этом сегменте но при этом позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения для отдельного например частного дома в том числе с такими функциями как детектирование лиц и детектирование движения естественно поиск по архиву также будет с этими функциями и также будет возможность просматривать и управлять всем через приложение но об этом я рассказывал в отдельных видео ссылки оставлю в описании сразу скажу что несколько таких видеорегистраторов у меня используется уже несколько лет и никаких нареканий к ним абсолютно нет поэтому ссылку на него я оставлю в описании спасибо за просмотр на канал если что